Это тот самый случай, когда молода вовсе не зелена. Многие из этих парней и девчонок уже имеют богатый опыт общественной и административной работы в школе, институте и даже в органах власти. Молодежный форум с говорящим названием «По делу» проводится уже в третий раз. В нем примет участие более 100 человек в возрасте от 20 до 30 лет из четырех районов – Подольского, Домодедовского, Лыткаринского и Ленинского. Спикеры и наставники более чем авторитетные. Среди них и главы муниципалитетов. Сегодня, когда я только подъехал на форум, подошел один активный участник наш из Ленинского района и задает мне абсолютно правильные, справедливые, очень нужные вопросы по экологии. И здорово, что наша молодежь это все замечает, обращает наше внимание на это. И самое главное, они не просто готовы поболтать, они готовы принимать в этом активное участие. Для многих парней и девчонок не болтать, а принимать активное участие в жизни родного города – это не что-то абстрактное. Это вполне конкретные поступки. Кто-то ведет собственный блог или страницу в социальной сети, где делится своими взглядами на положение дел в районе и городе. Многие сотрудничают со средствами массовой информации, а некоторые из участников уже активно работают с муниципальной властью. У нас есть пример молодежных советов. Это возможность для молодежи устраивать свою собственную политику. То есть, опираясь на мнение уже более старших поколений, нынешних наших руководителей, мы делаем наш район лучше для нас. Мы представляем наши интересы. Как таковое, открытие форума уже стало частью будущей насыщенной программы. Никто не заметил, как часть официальная перетекла в рабочую. Участников разделили на группы и дали первые задания. Пока не сложные. В них ребята должны поближе познакомиться друг с другом. Дальше придется работать в тесной связке. На протяжении четырех дней участники будут управлять реальными городами, которые они сами создадут. Под этой разработанной моделью были привлечены урбанисты, специалисты по муниципальному управлению, по бюджетированию, по финансированию, по антикризисному управлению. Поэтому эти инструменты они будут осваивать не в теории, а сразу в практике. По замыслу организаторов участников разобьют на три группы, каждый из которых достанется свой город. Один город будет специализироваться на промышленности. Второй – жить за счет сельского хозяйства. Третий станет наукоградом. Свободного времени у молодых людей практически не будет. Слишком плотный график. Обязательная зарядка, обязательный подъем, обязательный завтрак. Потом первая часть дня непосредственно – это образовательная программа, которую читают тренеры Высшей школы экономики и Института практической психологии. В принципе, это достаточно высокий уровень. И вторая часть дня – у них город живет. То есть они управляют своим городом через бюджет, через настроение города. То есть это уже получается непосредственная модель их управления. Цель организаторов форума – познакомить молодых людей с реальной работой городских и муниципальных структур. И по его итогам – тех, кто проявил себя с лучшей стороны, привлечь к работе в органах власти. Максим Козлов, Евгений Петров и Анастасия Нурконова. Видное ТВ.